Радио ХГС-ФМ на 91.5, друзья, и РТС-радио на 105.3 FM, это две радиостанции, на которые выходит наша еженедельная программа вечерняя, которая называется «Тема дня». Сегодняшняя наша программа будет посвящена очень резонансной теме. Со вчерашнего дня, в общем, у нас пестрят заголовки интернет-порталов и, в общем, телеканалы тоже не отстают. Дело в том, что «Аэросити-2000» компания обратилась с письмом к главе города Абакана Николаю Булакину с просьбой выйти с инициативы в Совет депутата города Абакана по внесению изменений в решение номер 183.10.11.2009 в честь разрешения строительства мусоросортировочного комплекса в городе Абакане, относящегося ко второму классу опасности. Друзья, это в черте города. У нас такого класса предприятия в черте города запрещены. В связи с этим, в общем, очень резонансная новость получилась. И, в общем, сегодня это мы постараемся обсудить. В гостях у нас Ольга Сергеевна Лушникова, заместитель министра по охране окружающей среды. Здравствуйте. Добрый день. Да, и Голубничий Артем Александрович, старший преподаватель инженерно-технического института ХГУ. Ну, в общем, друзья, наверное, давайте и начнем. Итак, первое, что хотелось бы уточнить, задать вопрос, наверное, Ольге Сергеевне в первую очередь. Что значит первый, второй класс опасности и какие предприятия к этому относятся? Классы опасности конкретно вот в том ракурсе, в котором мы рассматриваем, они установлены санитарно-эпидемиологическими правилами, нормами. Это СанПИН, по санитарно-защитным зонам. Вот к первому классу опасности, вот если мы рассматриваем мусоросортировочный комплекс, то от 40 тысяч тонн в год мусоросортировочный комплекс, он относится к первому классу опасности. То есть, от объема зависит? Зависит от объема. До 40 тысяч тонн это второй класс опасности. В том числе сюда и входят полигоны у нас твердых коммунальных отходов, участки компостирования твердых коммунальных отходов. Они тоже относятся ко второму классу опасности. Естественно, для этих объектов устанавливается санитарно-защитная зона. То есть, для первого класса это тысяча метров, для второго... До чего тысяча метров? До жилой застройки. До жилой застройки, получается. Да, конечно. Для второго класса опасности санитарно-защитная зона 500 метров. А предприятия? До предприятий, скажем, каких-то. У нас дело в том, что именно в том районе, где сортировочный центр хотят организовать, у нас там есть еще предприятия, и в том числе пищевые. Ну, поймите, что для проекта санитарно-защитная зона, она обосновывается проектом. Должен быть обязательно разработан проект. Для предприятий первого, второго, третьего класса опасности разработка проекта санитарно-защитной зоны обязательно. И в этом проекте, там ведется расчет ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха, физических воздействий, и обязательно, очень обязательно подтверждение результатов именно натурными обследованиями и расчетами. Да. Вот. По этому поводу у меня есть запись депутата городского совета. Давайте послушаем. Еще раз говорю, были намерения построить кремниевый завод, и в то время, в девятом году, предприниматели нашли такой, в принципе, юридически правильный ход, первая строительная степень опасности предприятия, запретить строить вообще. Сейчас, сняв эти ограничения, ну, появится такая, как бы, возможность как раз вернуться обратно к этой же истории, что можно построить любое предприятие с этой степенью опасности. Не только там сейчас, мы говорим о приработке мусора, может быть и асфальтовый завод, может быть кремниевый завод, там что-то еще, такие вот ограничения, что они, на самом деле, правильные, полезные, и они должны оставаться в Абакане. И депутаты приняли абсолютно, мне кажется, правильное решение. Вот такое мнение, как вы прокомментируете? Знаете, я с таким мнением, конечно, согласна, потому что мы работали вот по направлению так называемых угольных терминалов, это прокуратура, управление Роспроводнадзора, и мы также именно... Угольные, прошу прощения, терминалы, это какой класс опасности? Второй. Это второй класс опасности, и тем не менее, они есть у нас в городе и в жилой застройке. Нет, вот работа эта велась, и именно по этим основаниям прокуратура выходила с исками в суд, чтобы прекратить вот эту деятельность этих предприятий. И я думаю, давать какие-то преференции и изменять вот эти правила, установленные Советом депутатов города, это, наверное, не совсем правильно. Потому что если мы по этим основаниям запрещаем деятельность одних предприятий второго класса опасности и разрешать деятельность каких-то других того же класса опасности, это будет неправильно. Согласен. Друзья, 298-198, телефон нашей студии. В общем, ладно, оставим этот момент, пока мы вернемся еще к этой теме. И, в общем, какие последствия для жителей вот в данной ситуации, то есть, если мы говорим, допустим, о каких-то угольных терминалах, это наверняка загрязнение воздуха, пылью и так далее. А вот в подобной ситуации, если это мусоросортировочный какой-то объект, чем чревато для жителей окрестных? Это понятно, здесь присутствует возможный факт, именно санитарно-эпидемиологическая обстановка улучшается. Вот такой факт возможен. Естественно, если там присутствуют отходы, конечно, как они говорят, что они их быстро перерабатывают, но это не факт. Мы не видели проекта, мы оценку не делали этого проекта, как будет работать этот мусоросортировочный комплекс, сколько будут храниться отходы, которые будут завозиться мусоровозами или чем-то. Естественно, там присутствует и гниение, что-то еще, вот грызуны появятся. Ну, вот. Итак, друзья, радио ХКС-ФМ и РТС-радио, программа «Тема дня», выходим в 17.00 сразу на двух радиостанциях. И напоминаю, сегодня тема нашей программы – это вот как раз та самая ситуация, которая возникла между компанией «Аэросити» и нашими депутатами, нашей администрацией по поводу размещения мусоросортировочного объекта на улице, если я правильно помню. Складская 9Г. Складская 9Г. Вот мы сейчас, друзья, зададим вопрос второму гостю нашей студии. Я в студии на сегодня Ольга Сергеевна Лушникова, заместитель министра по охране окружающей среды и Голубничий Артем Александрович, старший преподаватель инженера технологического института ХГУ. Наверное, правильнее будет вам адресовать данный вопрос. Вот, получается, проектно-сметная документация и заключение об антропогенной нагрузке предприятия. Это называется, кто такую документацию должен составлять, кто вообще контролирует эти вещи? Если говорить вообще о системе контроля в сфере экологии, то у нас идет определенное распределение полномочий. В том числе и Министерство природных ресурсов занимается некоторыми вопросами контроля. И также у нас есть федеральная служба по надзору в сфере природопользования по республике Хакасия. То есть в зависимости от категории предприятия, в зависимости от вида деятельности, контроль в некоторых частях идет за Росприроднадзором, а какая-то часть контролируется непосредственно Минприроды. То есть на самом деле здесь уже вступают такие юридические моменты, которые четко прописаны в законодательстве Российской Федерации. Если говорить конкретно про мусороперерабатывающий завод, мусоросортировочный завод, А если я не путаю, эти полномочия вроде как относятся к Минприроды? Нет, к сожалению. Это предприятие Россити-2000, оно имеет лицензию на обращение с отходами. Именно по этому критерию оно относится к федеральному надзору. Дотянутся федералы до сюда проконтролировать деятельность этой компании? Конечно, конечно. Информации управления Росприроднадзора они уже владеют, и, насколько мне известно, они будут выходить на проверку. Хорошо, есть информация, и по некоторым данным, я не буду точно сейчас ссылаться, что все-таки завоз мусора туда уже происходит сейчас. Еще нет проектно-сметной документации, еще вообще ничего нет, никаких документов, разрешений, но мусор туда уже потащили. Вот на основании чего и кто должен пресечь это? Естественно, надзорные органы, прокуратура, в том числе и управление Росприроднадзора, они должны выйти на проверку. И в нашей части мы здесь видим нарушение потоков, опять же, территориальной схемы, в соответствии с которой должен работать региональный оператор. Вот конкретно вот этого мусоросортировочного комплекса у нас территориальной схемы нет сейчас. Мы сейчас ведем работу по корректировке территориальной схемы, и у нас есть только информация о намерениях, о Россите, оборудовании, именно мусоросортировочного комплекса. Где этот комплекс и как должен быть, такой информации у нас не было, только о намерениях. Если этот участок, складская девятка, он будет соответствовать всем природоохранным нормам, санитарно-эпидемиологическим нормам, мы, естественно, его включим в территориальную схему. Если он не соответствует категорически, этого комплекса не будет. Именно по этому адресу его не будет в территориальной схеме. Вот откуда возникла вообще необходимость строить вот такое предприятие, ну не в центре, прошу прощения, в черте города? Почему нельзя это сделать где-то, вот полигоны же у нас, например, не делают в городе? Да, вот сейчас мы осуществляем корректировку территориальной схемы, как я уже говорила, и там при объектах размещения отходов мы планируем именно комплексы по обработке твердых коммунальных отходов. То есть, получается, вы какую-то альтернативу хотите им предложить все-таки в конечном итоге? Нет, но мы не им хотим предложить альтернативу, как бы территориальную схему разрабатываем и утверждает Минприрода Хакасии, а рекоператор должен работать в соответствии с этой утвержденной схемой. Утвержденной схемой. Это никак мы не идем на поводу регионального оператора и не делаем те объекты, которые они хотят. Эту территориальную схему разрабатываем, утверждаем мы, а он уже в соответствии с ней работает. Замечательно. Хорошо. А вот как, на Ваш взгляд, повлечет за собой, если вдруг, допустим, эти изменения будут приняты, вот тот самый закон от 10-11-19-го года, и мы все-таки допустим, чтобы предприятие такого класса опасности располагалось в черте города, стоит нам ждать каких-нибудь свалок в черте города или кремниевый завод опять к нам приедет, как Пермяков, в общем, совершенно справедливо заметил. Ну, вероятность, естественно, возникает в организации этих несанкционированных свалок. Такая ситуация, вот, как Вы, может, слышали, у нас в Саиногорске случилась. Не слышал, расскажите. В Саиногорске у нас рекоператор нарушил территориальную схему, размещал отходы на участке Индустриальная 59, вот, у них так называемую перегрузочную станцию они сделали. То есть, те отходы, которые мусоровозами собирали из города, Саиногорска, Черемушек, поселка, они должны напрямую быть доставлены на объекты размещения отходов на полигоны. Вот это была организована перегрузочная станция, так называемая, из-за этого у нас и оператор, который работает с рекоператором, понес административное наказание, был оштрафован. И, соответственно, и сам рекоператор понес административное наказание. И по этим основаниям мы вышли с иском в суд о прекращении деятельности регионального оператора РСИТ-2000 именно в 4-й территориальной зоне. Это Саиногорске, Ромышке, Майна. Ну, то есть, насколько я помню, там разрешен был все-таки в конечном итоге вопрос, потому что непосредственно руководитель Кыров был в гостях у нас тоже, вот сейчас начали рассказывать, я вспомнил. Он говорил, что вот это буквально считанные дни, все это разрешится. И вроде как конфликтная ситуация ушла. Или у вас другие... Ну, конфликтная ситуация, может быть, ушла. Там отходы, которые были накоплены на этом участке, они вывезены. Но у нас поступает информация от жителей Саиногорска, что мусоровозы продолжают заезжать на этот участок. И у нас сейчас разбирательство именно вот по нашему иску о прекращении деятельности по 4-й зоне, оно осуществляется в арбитражном суде. К сожалению, представитель РСИТ не смог прийти сегодня к нам в студию, поэтому приходится обсуждать без... Пока мы находимся, да, вот в судебных разбирательствах. Артем Александрович, ваше вообще мнение относительно всех этих событий, и как вы, в общем, на это смотрите? Ну, что сказать. По поводу строительства различного рода предприятий, которые потенциально должны улучшать экологию, в том числе в сфере обращения с отходами, это, конечно, положительно. Использование непосредственно территории города Абакана и строительство предприятия на территории города Абакана, ну, по меньшей мере, конечно же, недопустимо, что там говорить. В том числе из тех норм, которые установлены, которые действуют уже очень долгий период времени, я имею в виду градацию по классам опасности, по тем радиусам, в черте которого нельзя размещать именно жилую застройку, нельзя размещать различного рода детские учреждения и так далее. То есть, конечно, это действительно та проблема, которая действительно важна. Более того, если так вспомнить историю, в 2009 году, в принципе, я тоже принимал участие в мероприятиях против как раз строительства Кремниевого завода, то есть действительно так. Но тогда нас тоже убеждали в том, что ничего там страшного нет. Кстати, он где планировался размещение? Я планировался в северо-западной части, то есть... Но тоже в черте города, получается. Да, в черте города. Там как раз бывшая территория Абакан-Вагонмаш, насколько мне неизвестно. То есть, в принципе, какая позиция была у общественности, и в том числе у меня в тот момент, позиция очень простая. На самом деле предприятия нужны вообще в целом, если говорить. В том числе предприятия, которые, возможно, потенциально могут нанести вред, но в этом случае мы должны понимать то, что предприятие должно быть удалено на определенное расстояние. Об этом и речь, в общем, с самого начала. Абсолютно верно. То есть, получается, в случае Кремниевого завода, насколько я помню, он не очень бы удачно располагался по розе ветров. И расстояние... То же самое сейчас говорят и про улицу в Кладской. Ну, вот про это и речь. И в том числе, конечно же, те нормы расстояния, они бы тоже не соблюдались. Вообще, в принципе, экология и экономика, они всегда связаны, и расположение предприятия непосредственно там было бы удобно только с точки зрения коммуникации. То есть, для потенциального собственника этого предприятия это было бы экономически выгодно. Ну, это просто логистически получается. Я подозреваю, что и здесь тоже похожая ситуация. В черте города ближе возить, в общем, и именно эти цели, вот аэросети преследуют. Подробнее хотелось бы узнать о розе ветров, что у нас там, и как, ну, понятие такое достаточно общее, никому до конца, ну, не то что никому, а обывателю простому, не до конца понятно, что все-таки под этим кровится. Роза ветров – это преобладающее направление ветра, указывается в процентах, то есть, откуда наиболее часто в течение года дует ветер, если говорить совсем по-простому. И особенности вообще города Абакана, да и части республики Хакасии заключаются в том, что мы находимся в Хакасском-Минусинской котловине. Во-первых, у нас есть потенциальная проблема с тем, что у нас, в принципе, не такая продуваемая территория, и значительная часть загрязнителей у нас задерживается. Именно в городе? Именно в городе Абакане, в том числе город Минусинск, тоже попадает Черногорск, естественно, поселок Устебакан, то есть, все это попадает в ту зону, в которой, соответственно, у нас скапливается загрязнение. Ну и плюс ко всему, если смотреть конкретно по розе ветров, насколько я помню, приличное количество ветров по направлению как раз будет разноситься именно на город Абакан, загрязнители, я имею в виду, переносимые ветром. Такая вот проблема, она есть. Если мы говорим о других странах, странах Европы, то там, например, все достаточно просто и достаточно понятно, в плане того, что там очень плотная застройка, и куда бы мы ни поставили предприятие, где бы мы его ни разместили, вред будет как таковой и будет непосредственно оказывать на ближайшие... Тут даже не столько про Европу, у нас Пекин есть, у наших соседей ближайших, где нечем дышать совершенно. Да, про это как бы и речь, действительно. У нас, помню, где-то два года назад две студентки как раз нашего инженерно-технологического института поступили в Харбин, в магистратуру. Так вот, так получилось, что одна просто не смогла там учиться из-за того, что там такая вот экология. То есть буквально через несколько месяцев она была вынуждена приехать обратно в Россию, бросить обучение только потому, что просто не смогла дышать этим воздухом. Вот, и приводить Россию к этому же, естественно, это недопустимо. Благо то, что у нас большие территории, и все-таки есть определенная способность природы самоочищаться, и, естественно, мы можем предприятие просто, скажем так, сместить в необходимое место, будет рассеивание на территории, где нет жилой застройки, и будет происходить естественные природные процессы самоочищения. Вот, поэтому, если располагать предприятие где-то в другом месте, почему бы нет? Ну, плюс ко всему, конечно же, есть требования, связанные с тем решением, которое было принято Советом депутатов города Абатана уже давным-давно, и менять его, мне кажется, на то нет необходимости. То есть, действительно, запрет на первый-третий класс опасности. У микрофона Дмитрий Каштанов, в гостях, друзья, у нас Ольга Сергеевна Лушникова, заместитель министра по охране окружающей среды, и Голубничий Артем Александрович, старший преподаватель Инженерно-технического института ХГУ. Друзья, говорим мы, конечно, о утилизации мусора, в частности, коснулись вот этой проблемы, да, что коснулись, в общем, с ней разбираемся, которая, в общем, сейчас, я думаю, все абсолютно в курсе, относительно сортировочной базы на улице, забываю я все время, почему я хочу ее заводской назвать, но ничего не понимаю, конечно. На складской, да, друзья, конечно, на складской. Так вот, хотелось бы теперь проговорить следующий момент вообще, в принципе, политики нашей. Как-то она возникла внезапно, эта проблема, то есть, несколько лет, я сколько живу, я никогда не слышал о проблеме мусора, вот они стоят в мусорные баки, вот мы ходим туда, выносим свой мусор, не было этой проблемы. Вот возникла, значит, она как-то, откуда ни возьмись, вот она вам, пожалуйста, аэросити, живите с ним как хотите, давайте платите больше денег, тоже было огромное количество по этому поводу возмущений. Как это вообще, что явилось причиной, почему оно появилось сейчас? Вообще, вот, государственная политика, она, в принципе, направлена на обеспечение комплексной переработки вторичных ресурсов, именно в целях уменьшения количества этих отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот. Есть у нас законы, есть у нас закон об отходах производства и потребления, есть у нас стратегия развития промышленности по обработке, утилизации, обезрежению отходов производства и потребления до 2030 года. И в рамках вот этой федеральной государственной политики, а так как мы органы исполнительной власти, которые эту политику реализуют, да, и мы обязаны сократить количество отходов, которые у нас направляются конкретно на захоронение. У нас сейчас, все, наверное, слышали, что у нас есть национальный проект «Экология», в рамках этого проекта у нас есть федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». И вот в этом федеральном проекте каждому субъекту установлены показатели. Вот конкретно для Республики Хакасия у нас до 2024 года установлено, что мы должны обеспечить обработку до 50%, утилизацию до 30%. Пока это мы делаем за счет мощностей, которые у нас есть в других субъектах. То есть есть у нас пункты приема вторичного сырья, есть у нас предприятия, которые ведут ответственную экологическую политику, там уже обеспечивают сортировку мусора. Я смотрю, уже во дворах в сале появятся отдельные контейнеры под стеклой пластикой. Да, то есть вот эти отходы мы будем направлять на утилизацию в другие субъекты, пока у нас нет своих мощностей. Конечно, мы стараемся, ведем работу, чтобы нам обеспечить за счет внебюджетных источников, за счет инвесторов вот эти объекты по обработке, сортировке. Ольга Сергеевна, есть тогда, да, вот даже, наверное, и Артем Александрович, кто из вас, скажем так, наверное, ближе и больше в теме это и разбирается, может мне и сможет ответить. Есть, например, такая практика и в Европе, и особенно в Японии, как мусоросжигающие заводы. Мне, например, это показалось в свое время оптимальным решением, что мы вообще здесь, зачем мы закапываем эту всю гадость в землю. Почему не поставить завод мусоросжигающий, пусть он топит хотя бы один район какой-то города Абакана и будет прекрасно. Я начал углубляться в эту тему, я начал изучать этот вопрос. Там очень дорогие фильтрующие элементы, скажем так, именно ради, из-за выбросов, максимальный вред, который он приносит, это, конечно же, выбросы после отжигания этих отходов. А потом они еще умудряются, на самом деле, утилизировать шлак, который остается, то есть, грубо говоря, делать с него шлакоблоки, какие-то строительные материалы, и дальше это все идет строительство. Насколько это вообще реализуемо у нас, и почему вы мне так головой покивали сразу вдвоем, когда я про мусоросжигающие заводы заговорил? Ну, я коротко потом вам. Мусоросжигательные заводы, это, опять же, у нас первый и второй класс опасности объекта. Ну, давайте вынесем его за город, бросим теплотрассу в город. Здесь нужно привязываться конкретно к проекту документации, именно к проекту. Это очень дорого, я понимаю. Надо смотреть. Это дорого. Это какой уровень этого мусоросжигательного завода, потому что там в выбросах есть у нас и канцерогены, и фенилы, это очень токсичные вещества, которые в том числе и будут именно в шлаке, который образуется после сжигания отходов. Ну, хорошо, коль скоро мы начали уже сортировку. Давайте мы, допустим, пластик не будем жечь, пускай он идет во вторичную переработку. Давайте будем жечь пищевые отходы. Вот я вам говорю, что нужно привязываться конкретно к проектной документации. Надо рассматривать. Это все и входит туда, видимо. Конечно, конечно. Если она будет настолько идеальна, там будут всевозможные очистные сооружения, там замкнуты циклы, в том числе направленные на теплоснабжение, там еще на что-то. Почему нет? Ну, это все в соответствии, только в соответствии именно с санитарными правилами, привязываясь, опять же, к классу опасности этого объекта. Ну, в Японии вот этот товарищ, который сделал этот мусоросжигающий завод, он на экскурсии водит. Он еще вот так зарабатывает до кучи. Потому что у него там это все из стекла и бетона прекрасно выглядит. И, ну, правда, цифры какие? Говорят, что фильтрующие элементы составляют две трети, по-моему. Ну, то есть тратится. Вот какую-то прибыль получает этот завод от того, что поставляет тепло. И две трети этой прибыли, оно уходит только на фильтрующие элементы. Это очень замечательно. Если к нам зайдет такой инвестор, естественно, мы будем это все рассматривать. Никто не против таких объектов. Ну, прогрессивно. Вот, Артем Александрович, вы есть что сказать? Да, действительно, есть что добавить. Во-первых, это один из выходов. Но если говорить про целесообразность и возможность, скажем так, вообще поставить у нас здесь мусоросжигающий завод, необходимо, чтобы этот завод был обеспечен мусором, как бы это ни прозвучало. А с этим у нас будут проблемы. Потому что для того, чтобы обеспечить мусоросжигающий завод, необходимо, чтобы население здесь было порядка 500 тысяч или даже больше. Нет, вы против? Здесь я не соглашусь, что есть компактные, небольшие именно заводы, у которых есть небольшие котлы, и они будут обеспечены мусором. Появится потребность, они ставят в следующую очередь. Нет, здесь как бы... Мне просто, почему у меня вообще эта мысль возникла? Потому что, мне кажется, ну, наверное, самые большие вложения, конечно, на этапе строительства этого завода, да? И вот, как я уже сказал, фильтрующие элементы будут очень дорогие. А дальше мне кажется, строить полигоны и закапывать мусор в землю, мне кажется, это гораздо хуже и опаснее. Потому что все-таки это в нашей земле, друзья. Естественно, естественно. Я сам столкнулся с ситуацией, причем, ну, такой не пример, конечно, но люди, насколько отзывчивые соседи, у меня, когда я строил свой дом, я, значит, отсыпал уровень у себя на участке, и мне завезли туда грунт, который был БУ, который был с города после сноса частного сектора. Там какой-то, значит, оставался грунт, мне его привезли, начали им выравнивать, у меня соседи написали на меня заявление, потому что там в этом, значит, грунте присутствовали пластиковые бутылки, где-то попадалось стекло, но я не знал, что брал, и так получилось. Вот, и соседи на меня написали заявление, сказали, что вот это все пойдет к нам в землю, мы потом будем оттуда пить воду, то есть, ну, когда, конечно, все это проанализировал Росприроднадзор, сказали, все спокойно, ничего такого быть не может, но, тем не менее. Вот, а здесь понятно беспокойство людей, когда у них сортировочную, мусоросортировочную базу строят под окнами, и, в общем, здесь можно понять. Конечно, видите, есть отходы, которые у нас разлагаются десятилетиями, из-за хоронения, то есть, естественно, наносит вред, конечно, именно окружающей среде, компонентам окружающихся. Итак, друзья, радио ХКС-ФМ и РТС-радио, мы выходим в одно и то же время, я имею в виду нашу программу, которая называется «Тема дня» выходит по пятницам в 17.00, сразу на двух радиостанциях, на радио ХКС-ФМ, это 91.5, и на радио РТС-радио на 105.3 FM КП. В гостях у нас, друзья, сегодня вообще достаточно такая интересная тема, Ольга Сергеевна Лушникова, заместитель министра по охране окружающей среды, и Голубничий Артем Александрович, старший преподаватель Инженерно-технического института ХГУ. Говорим мы, друзья, о той самой ситуации, сложившейся вокруг мусоросортировочного предприятия, которое на улице Складской у нас вроде как предлагают построить. В принципе, коснулись почти всего, но вот вскользь коснулись полигонов. Сколько у нас сейчас в Республике Хакасии вот этих полигонов мусора, как их правильно назвать, утилизационных? Надо понимать, что именно объекты, которые у нас занесены в государственный реестр объектов размещения отходов, они вот только в этом случае, они становятся легальными, куда можно отходы возить и размещать. Официально разрешено? Да, у нас пять таких объектов, пять полигонов. Но, к сожалению, у нас участие именно полигонов заканчивается. То есть есть какой-то определенный предел? Да, есть у нас... Как он, кстати, исчисляется? Есть какая-то площадь, на которой можно и все? Это опять же проектом, да. Там строятся, допустим, карты, запроектировано столько-то карт, реализована, построена одна карта, мощность ее исчерпывается. Есть необходимость строительства последующих очередей. Это мы будем все предусматривать в территориальной схеме, в том числе и по именно модернизации этих полигонов, оборудовав их именно системой обработки, сортировки отходов. Это будет предусматриваться. Их достаточность? Ну или все-таки, я так понимаю, что недостаточно? Конечно, недостаточно этих полигонов. У нас хотелось бы... У нас хороший был полигон, запроектирован в Шира. Там была построена одна карта. К сожалению, эта карта своей мощности исчерпала. И в том числе там были определенные нарушения. Этот объект у нас исключен из реестра объектов размещения отходов. Ну и люди не возмущались? У нас как только заходит речь про какой-нибудь полигон, люди, которых тоже, в свою очередь, можно понять, как есть приезжающие населенные пункты, начинают возмущаться. Здесь у нас технологическая зона, естественно, и тариф повыше, потому что потоки направлены уже на действующие полигоны. И там необходимо строительство в последующей очереди. Если этот полигон нам удастся как бы реанимировать и ввести его в территориальную схему, то здесь, соответственно, и будут сниженные тарифы, и будет рабочий, нормальный рабочий объект. Ну и все-таки, мне кажется, так и не пришли мы к какому-то определенному пониманию, что же нам делать в дальнейшем. Ну вот относительно улицы Складской все понятно. Здесь нужно делать проект, готовить проектную документацию только после этого. Я правильно понимаю, можно вести какие-то дальнейшие беседы на эту тему? Конечно, да. Потому что сейчас, на данный момент, никакого четкого решения не принято, и, в общем, будем ждать, что называется, как будут развиваться события. А есть какие-то вообще, я не знаю, может быть, я, конечно, не по адресу к вам, но есть какие-то вообще, ну какие еще есть способы утилизации этих отходов, в которых, я так понимаю, какая-то критическая масса накопилась у нас, не только в нашей республике, а вообще, видимо, раз об этом зашли разговоры, видимо, по всей стране. Вот, пожалуйста, Артем Александрович, может, ваше мнение. Конечно, способов переработки отходов достаточно большое количество, нужно смотреть, где что можно применять. Если мы говорим о отходах, которые идут чисто от пищевой промышленности, например, тех, кто производит продукты питания, так или иначе, эти отходы можно задействовать в компостировании. То есть такая практика в Европе, например, ведется более чем активно. Если мы говорим про даже отходы, которые являются опасными, когда мы их сжигаем, то необходимо просто применять другие схемы сжигания отходов. Например, можно использовать тот же самый пиролиз, потому что часть загрязняющих веществ, она становится опасной, часть отходов сжигания становится опасным только после контакта с кислородом. Если мы используем высокотемпературную обработку без применения кислорода, то получается у нас и не образуются вредные вещества. Это тоже наверняка дорого. Да, конечно, это очень дорого в плане того, что там специальные технологии, и все эти технологии предполагают очень высокие температуры. Очень высокие температуры, плюс еще различного рода реагенты. Потому что сжигание у нас происходит не обязательно в кислородной среде. Если мы говорим про высокотемпературную обработку, там можно применять какие-то другие окислители и другие вещества. Технологические схемы есть, они все разработаны, но много есть технологических схем. Но насколько целесообразно их применять у нас здесь в России, скажем так, и в Хакасии в частности, это опять же появляется очень много вопросов. На самом деле экология, как я уже сказал неоднократно, как в принципе в свое время заявлял и президент Российской Федерации, экология всегда связана с экономикой. Причем фразы были разные, и экономика должна быть экологичной, и экология не должна мешать экономике, скажем так. Разные были временные, скажем так, интервалы у нас в принципе в стране. Но так или иначе, к чему в принципе мы приходим, экология и экономика связаны. Поэтому сколько бы мы не разработали новых методов переработки отходов, какие бы они эффективными не были, мы должны смотреть, сколько мы за это заплатим. Если, например, для очистки до уровня 90% мы должны условно заплатить 100 тысяч рублей, ну я так говорю, просто абсолютно условные цифры. Когда мы повышаем уровень очистки до 95%, мы уже платим не 100 тысяч, а порядка миллиона до 99. Это даже не геометрическая прогрессия. Да, да, про это и речь. То есть каждый новый уровень, каждый новый порядок чистоты приносит еще больше. Он дороже и дороже. Да, 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 про это и речь. Вот поэтому даже когда речь идет об очистке, мы должны понимать, когда какую очистку мы можем применить, когда что мы можем использовать. Ольга Сергеевна, вы смогли... Да, и я хотела бы еще отметить, все-таки к мусоросжигательным заводам надо подходить очень аккуратно. Как было уже отмечено, что у нас все-таки в Хакасе это зона именно потенциального загрязнения атмосферного воздуха, высокого загрязнения, потенциально высокого загрязнения атмосферного воздуха. Связано с чем? Ну, именно вот по нашим географическим условиям, расположения, котловина, рассеивание плохое, об этом мы уже сказали. И здесь очень аккуратно надо подходить. И здесь все-таки именно мусоросжигательные вот эти заводы, они должны быть высокотехнологичны и обеспечивать практически стопроцентное сжигание, не допускать ни до жога. Ну, на данном этапе, я так понимаю, это абсолютно нереализуемый способ и в крайней степени дорогой. Ну, вот, получается, живем с тем, с чем живем. Друзья, итак, ситуация в общем ясна, давайте будем смотреть, чем это все разрешится, наблюдать. И, конечно же, наша прекрасная республика, наш прекрасный чистый воздух, наша прекрасная замечательная земля и наши реки и озера, аналогов которых очень мало вообще в мире во всем, чтобы все это нам сохранить в как можно большей чистоте и как можно больше красоте, что ли. В общем, чтобы все у нас, друзья, было хорошо, прекрасно, чем мы никогда не болели, и все было здорово. Спасибо большое, что нашли время, друзья. Спасибо. Мы на этом с вами не прощаемся. До свидания. Радио Хакаси Айфы, МРТС Радио. Выслышимся в эфире.